Дизайн проекта общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году, утвердят до 1 марта. С ними люди смогут ознакомиться как на сайтах муниципалитетов, так и в день рейтингового голосования 18 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Дарий Тюрин. В этом году более 3000 человек направили свои предложения в муниципалитеты по территориям, которые нуждаются в благоустройстве. Они также приносили свои идеи по оформлению. В итоге получился достаточно интересный дизайн проекта. Предложены варианты, в том числе с учетом мировых тенденций, которые раньше не использовались в архитектуре наших городов. С утвержденными проектами люди смогут ознакомиться и на избирательных участках. После голосования и обнародования результатов при необходимости будут проведены проектно-сметные работы. Там, где этого не потребуется, определят подрядчика. Основные работы по благоустройству начнутся ближе к лету и закончатся осенью, рассказал Дарий Тюрин. На реализацию федерального приоритетного проекта, инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в крае будет выделено порядка 350 миллионов рублей. На эти деньги будут отремонтированы дворы и общественные территории. Жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Советской гавани сами решат, какие парки и скверы будут обустроены в первую очередь. Голосование состоится 18 марта. В этот день из 16 объектов выберут 4. Однако, как сообщил Дарий Тюрин, люди смогут указать свой вариант. Для муниципальной власти и для Министерства жилищно-коммунального хозяйства края такое рейтинговое голосование – отличная возможность узнать общественное мнение в части формирования комфортной городской среды. Итоги голосования покажут, на какие территории также стоит обратить внимание. И, возможно, они будут включены в перечень объектов, которые будут приведены в порядок в рамках других программ по благоустройству. Напомню, в прошлом году благодаря программе формирования комфортной городской среды в крае было приведено в порядок 169 дворов, 29 общественных зон и один городской парк. Всего на данной цели затрачено более 355 миллионов рублей. Из федерального бюджета – более чем 235 миллионов рублей. Краевого – более 74 миллионов рублей. Бюджетов муниципальных образований – около 41 миллиона рублей. Финансовое участие граждан составило 5,6 миллионов рублей. Программа продлится до 2022 года.